Электронный модуль для стиральной машины Ханса серии P.A. Сразу хочу сказать, что информации по этому модулю мало, поэтому прошу не судить строго, делюсь с вами той информацией, которая у меня есть. И так как модуля у меня нет под рукой, некоторые элементы буду показывать на фотографии, их обозначения у меня к сожалению тоже нет. Ссылку на схему оставлю в описании. Питание платы. За это отвечает стабилизатор напряжения U1, в нем должно быть 5 В и 12 В. 12 В идет на транзисторные ключи, также на релюхе движка и тена. А 5 В поступает на U3, это проц. И на U2, это у нас память. Ну и естественно на другие части платы. Трансформатор, сетевой выключатель, программный диск, выпрямитель на основе диодов, фильтрующие конденсаторы и предохранители. Термодатчик. К сожалению информация отсутствует. Т. За него отвечает вот эта релюха и части, которые вы видите красным. Пресостат. Прошу прощения, но по нему информации тоже нет. Клапан. Семисторы и СМД элементы, которые вы видите. Сливной насос. Семистор и все компоненты, которые отмечены красным цветом. Замок. Вот этот СМИСТР и компоненты, которые отмечены красным. Тахо датчик. Все, что видите красным цветом, это про него. Т. За него отвечает СМИСТР, релюхи реверса, СМД элементы, отмеченные красным, и транзисторный ключ. Управляющий элемент модуля это процессор компании NEC. Его модель вы видите, вот она перед вами. Его можно наблюдать в корпусе из пластика на 44 ноги. Корпус LQFP. Процессор состоит из 8-битный центральный процессор 78KOS. Масляный ПЗУ 16 на 24 кБ. Флэш память 24 кБ для содержания программы управления и файлов настройки. АЗУ 512 байт. Тактовый генератор 5 МГц. 6 портов ввода-вывода. Количество разрядов в каждом порту от 2 до 8. 8 каналов в 8-битных АЦП. 8-битный таймер-счетчик. Сторожевой таймер. И последовательный интерфейс. Все зависит от того, какая программа обеспечивает процессор. Его выхода от этого будут иметь разное назначение. Сигнал о положении с жидкостью идет с пресс-остата на схему контроля помпы. Импульс термодатчика, пресс-остата, аква-стоп, переключателя программ, регулятора скорости и кнопок идет на выводы процессора. Этот импульс обрабатывается в коды из цифр. Они преобразовываются согласно программе и процессор посылает сигналы для управления клапанов, насоса, двигателя и т.д. Обороты двигателя контролирует шин. Импульс идет с 15-й ноги процессора. Скорость отжима контролирует VR1. Сигнал частотой 50 Гц и импульс таха датчика идет на ноги процессора. Он обменивается информацией с памятью U2. В ней сохраняются настройки программы, которая выбрана в данный момент. Поломки и ремонт. Я уже это повторял и буду повторять еще не один раз, что перед ремонтом модуля нужно убедиться в том, что все узлы работают исправно. Все клеммы имеют чистые и не окислившиеся контакты и имеют надежное соединение. Только после этого уже стоит ковырять электронику. Итак, поехали. Нет питания. Нужно убедиться в том, что поступает напруга 220 вольт на клемму S1 с сетевого фильтра. Следующим шагом нужно проверить рабочее состояние выключателя питания и его пайку. Пайка соединителя S1 должна не иметь брака. Замечены варианты, когда отклеивается корпус сети от модуля. В этом случае мы получаем некорректное включение. Для устранения нужно приклеить его обратно. Если выключатель рабочий, то нужно проверить трансформатор, выпрямитель, стабилизатор, фильтрующие и конденсаторы. Если было попадание влаги, то чаще всего вам грозит замена модуля. Не работает одна и более программ. Это говорит о том, что отсутствует контакт переключателей программ. Нужно очистить от загрязнения графитовые контакты и на крышке подогнуть контакты. Необходимо проверить номинал весовых резисторов. Должен быть 100 Ом. Причина этой поломки возможна из-за проблем с памятью процессора. Проблема решается перепрошивкой или заменой. Вращение барабана происходит в одну сторону, делая паузу. Обратите внимание на реле, а также на транзисторные ключи. Не идет напряжение на ТЭН. Индикатор мерцает 5 раз. Процесс идет нормально. Нужно обратить внимание на реле ТЭНа и элементы, отвечающие за ТЭН. Индикатор мерцает 15 раз. Проверить питание 5 Вольт на процессор У3 и на память У2. Если питание в порядке, то вышел из строя или процессор, или память. Индикатор мерцает 10 раз. Проверить напряжение в резетке. Ниже 190 Вольт недопустимо. Возможен вариант, что на 13-ю ногу процессора не приходят импульсы 50 Гц. Через гасящие резисторы, которые имеют сопротивление 220 кОм. Не включается насос, клапана, двигатель, замок, или же наоборот, они постоянно включены. Проверяет всю цепь неисправного элемента. Слабое место этого модуля – это короткое замыкание на семисторе. Чаще всего из-за этого выходит из строя процессор. Элементы, которые используются в модуле. Семистор, который в этом модуле Z00607, имеет корпус TO92 с цоколевкой слева направо. Первая нога – это анод, вторая – электрод, третья – второй анод. Отпирающий ток 5-7 мА. Обратное напряжение 600 Вольт. В закрытом состоянии 800 мА. Его невозможно поменять на МАГ-97, потому что у него напряжение в закрытом положении 400 Вольт, а ток, который отпирает 15 мА. Семистор BTB12. Имеет корпус TO220. Ток открытия 100 мА. В открытом положении 600 Вольт, 12 А. Диоды 1N4004, название S1G. BAS21, название JSS, 250 мА. Обратное напряжение 200 Вольт. Транзисторы BK857. Тип NPN, название 3FP. Замена BK557B. Следующий транзистор BK847B. Тип PNP, название 1F. Замена BK547B. На этом я заканчиваю обзор этого модуля. Всем спасибо за внимание. Если видео оказалось полезным, не ленитесь, ставьте палец вверх. Ну а я жду вас на моем канале в следующем ролике. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok